МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Все начинается с любви". В этом убеждена моя сегодняшняя гостья, начальник управления ЗАГСа Мужской области Наталья Томилова. С ней мы поговорим в ближайшие 10 минут. В эфире свой диалог. Меня зовут Елена Красновская. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья Сергеевна. Здравствуйте. Ну, поздравляю, во-первых, с замечательным праздником Днём Семьи, Любви и Верности. И просто как женщину, для которой это всё, безусловно, важно, и как человека, для которого это практически профессиональный праздник. Ведь так? Спасибо большое. Ну, праздник этот довольно молодой. Символично даже, что первый раз он отмечался в 2008 году, который, кстати, объявлен был Годом Семьи. А вы согласны с тем, что его многие считают аналогом Западного Дня Святого Валентина? Или нет? А, немного согласна. Потому что вот буквально за последние 3-4 года несколько тендем изменился. Вот тот всплеск, которым мы так охотно отмечали день Святого Валентина, ушёл несколько в небытиё. По одной простой причине, ну, как-то молодёжь стала понимать, что там больше такое носит смысл коммерческий. То есть подарить там Валентинки, подарить какие-то открыточки. Всё нацелено на то, чтобы где-то кто-то, что стоит инициатором за этого праздника, а всё же развивался достаточно успешно бизнес. Вот в нашем Дне Семьи Любви и Верности такой цели нет. У него есть второе название – День Петра и Февронии. К сожалению, очень многие даже не знают, почему именно в честь этих людей он назван, и почему его отмечают 8 июля. Расскажите? Это святые. Святые, которые не просто пришли к созданию семьи. Святые, которые были изгоями, они подвержены были гонению. Но, тем не менее, любовь победила, разум людей победил. Они вместе прошагали по сложному семейному пути, умерли в один день. И, как говорит легенда, что когда их положили в разные гробы, утром обнаружили в одном гробу, что они лежат вместе. Это и послужило символом вот такой большой, настоящей, крепкой любви. Да, и их даже канонизировали на церковном соборе в 1547 году. То есть, в принципе, это действительно реальные люди, они в XIII веке жили. То есть, это не только красивая легенда, но ещё и были. И сейчас многие памятники ставят в честь этих людей. К счастью, у нас в Благовещенске тоже он появился. Он, кстати, пользуется популярностью. Прошу прощения, не только в Благовещенске. У нас замечательный памятник в городе Белогорске. В Амурской области. У нас изображены или скульптором сделаны кролик или заяц, как его назвать, который являлся свидетелями их любви и знакомства, с удовольствием ушки потирает. Всё-таки надеются, что действительно это приносит любовь. К сожалению, этот праздник пока не приобрёл государственного масштаба. То есть, это рабочий день считается. Но вам всё-таки удалось сделать его необычным, потому что именно по вашей инициативе вы сделали его днём без разводов. Это так? Вот вам огромное спасибо за такую оценку, потому что, наверное, все мои сотрудники, которые услышали вот такие ваши комментарии, они будут вам очень благодарны. Очень много вложено для того, чтобы праздник стал известным, масштабным, крупным. Мы приложили к этому усилия, и наше благодарное население откликнулось. Мы уже вручили более 300 медалей, и звонки идут, и идут от детей, от родственников, от соседей, что вот у нас вот такие хорошие семьи. А как им медаль вручить? Они заслуживают внимания. День без разводов. Действительно, он тоже нашёл подкрепление в нашей работе. И на сегодня, мы хоть и условились с вами о цифрах не говорить, но когда я шла, на 556 меньше разводов. Согласитесь, это цифра? Это замечательная цифра, конечно, это как важно. И день без разводов мы выступаем инициаторами не только управления ЗАГС, но и судебная система нас тоже поддержали. Суды идут на встречу тоже в этот день, да, не принимаются? Да, да, не принимаются. И люди на это, самое главное, соглашаются, даже те, которые решили расторгнуть с пониманием. Да, я думаю, какой-то процент даже есть семей, которые примирились. Передумывать, может быть. То есть не пришли на второй день, там, на третий, а просто передумали, решили, что нам это не нужно. Ну, это вообще самый замечательный итог, который мог бы быть вообще. А вообще, Наталья Сергеевна, вот в этот день, именно 8 июля, это же будничный день, получается, среда. А много заявлений всё-таки подают? Он не ощущается, как будничный день, потому что спасибо вашим коллегам и вам, с экрана телевизора в газетах очень много об этом говорят. И какое-то такое приподнятое состояние, праздничность, она в душе уже появляется. И это прослеживается буквально во всём. Вот, например, сейчас у меня была начальник отдела со Сковородинского района, она говорит, мы в этот день будем чистить 35 пар. Для Сковородинского района это очень много. Там будут и золотые, и бриллиантовые, и серебряные, и просто люди, которые прожили в браке значительный период времени. То есть по всей области пройдут замечательные большие мероприятия. И действительно, несмотря на то, что это не выходной день, у нас будут вступать в брак более 62 пар по Амурской области. Ну, согласитесь, цифра впечатляет. Из них 38 благовещенский, да, потому что у нас замечательный зал, и он пользуется спросом не только у благовещенцев. Я прошу прощения, но это говорит о том, что молодые люди хотят вступить в этот день в брак, да, и прожить так же вот рядом, рука об руку, и 50, и 60, и 70 лет. Ну, разве это скажет, что это просто день? Это праздничный, замечательный, красивый день. И ещё подтверждает, что это не просто день, что у него даже есть и своя символика, да, ромашка, которая издревле считалась таким цветком постоянства, любви. И есть медаль, вот эта за любовь и верность, которую вы уже упомянули. А, кстати, как вот вы выбираете самых достойных, кому вы их вручаете? Ну, извините, я немножко остановлюсь всё-таки на цветке, да? Давайте. Потому что из поколения в поколение все гадали, любит, не любит, не любит, не любит, не любит, не любит. И все смотрели, как же вот последний лепесточек, это была любовь. Вот такой скромный цветок, он стал символом. И вообще мы помним с вами, что если мы сорвали букет ромашек, то он удивительно долго стоит за столе и радует глаз. Как мы выбираем пары? Ну, я уже сказала, что нас радует то, что очень часто звонят дети. Наши мамы с папой прожили 50 лет, они вырастили пятеро детей, очень, очень хорошие родители. И мы смотрим, и хотели бы вот их чувства, их гармонию, их уважение друг к другу перенести на свою семью. Пожалуйста, найдите возможность почистить. Вы знаете, очень приятно. Конечно. Ну, а по положению мы направляем письма в органы местного самоуправления. Они нам отбирают такие пары. И мы формируем список. Я с удовольствием отмечу, что пока у нас по Российской Федерации регионы, часть региона вступала в такую праздничную атмосферу, мы пользовались, что не все медали использовали. Если нам давали по разнарядке, она, к сожалению, существует 50, то у нас было и 70, и 90 дополнительно мы получали. Так что Амурская область заслуживает особого поощрения. У нас очень много хороших семей. Ну, прям гордость за Амурскую область. Наталья Сергеевна, ну, поскольку праздник молодой, еще, может быть, не сложились какие-то традиции у наших телезрителей, давайте так вот порассуждаем, подскажем им, а как можно его отметить? Ну, я бы хотела уважаемым амурчанам пожелать проснуться, во-первых, в добром настроении. Чтобы вот эта прискальска встала не с той ноги, она в этот день полностью отсутствовала. С улыбкой на лице и с добрыми, красивыми словами. Я тебя люблю. Сказать это друг другу, сказать детям, сказать внукам, сказать соседям. Вечером я прям очень рекомендую, несмотря на то, что это будет трудовой день, а у кого это, ну, обычно, допустим, люди пенсионного возраста не работают, они все равно на дачные участки поедут. Испечь пирог. Сделать тортик. Замечательный повод. Поставить наш русский самовар, причем не чайник, а самовар. И в хорошей русской традиции посидеть за большим круглым столом, поговорить о земном, о простом, о насыщенном, обсудить все проблемы друг друга, где-то в душе почувствовать, как мы простили обиды какие-то, отпустили. Да, это самое главное. И пустили свой корабль, семейный корабль, в добрую, красивую семейную жизнь. А поскольку этот праздник все-таки вышел из церковного календаря, может быть, есть смысл, можно в этот день сходить и в церковь? Потому что говорят, что обращение об укреплении семьи именно 8 июля дает какой-то особый результат. Вот есть возможность проверить. Причем согласна с вами, вы умница, согласна с вами, причем не по одному, а именно с семьей, как бы это принято раньше. Все одели лучшие наряды, но, конечно, не вечерний туалет, а просто ухоженный, красивый. Вместе сходили, постояли, помолились, поставили свечки за здравие друг друга, вернулись домой, поговорили. Ну и вернулись к хорошей русской традиции попеть за столом, попеть, что как действительно и душу чище делает, и настроение выше делает. Прям захотела, чтобы скорее этот день уже наступил. Я хочу вас еще раз поздравить с праздником и пожелать, чтобы счастье, любовь и верность были в вашей семье и во всех тех семьях, которые вы регистрируете. Спасибо, я тоже искренне поздравляю вас с этим праздником. Хочу, чтобы сверкали глаза у наших граждан, у мужчин, детей и женщин. В эфире был свой диалог с Натальей Томиловой, человеком, который пишет истории наших с вами судеб. Это и другие выпуски программы, вы можете посмотреть на портале isn24.ru. А я, Елена Красновская, прощаюсь с вами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова